Доброе утро, друзья. Сколько сейчас? 7 часов утра. Мы собрались. Как всегда одни из последних, но в итоге мы будем все равно самыми первыми. Я думаю, туда куда мы придем, мы будем не самым первым, потому что туда придут люди сразу с нескольких городов, в том числе и которые в 20 километрах завести от нас сейчас. Да, то есть у них есть фора. У нас сегодня, наверное, самый сложный день, а может и нет. Но после вчерашней тяжелой ходьбы у нас сегодня еще более тяжелые 40 километров ждут, а то и больше, если где-нибудь заблудимся. 100 и 37, если мы скажем. Все, довольно. Довольно останемся в этом городе, а не в том прекрасном через 3 километра. Как вам спалось в этом альберге, кстати? Отвратительно. Отвратительно? С мягкой крылачей, я трудом заснул. А мне вообще-то хорошо. Ну как, я просыпался постоянно, конечно, от всяких там шумов, вхождений, да и просто потому, что тут жарко было. Но в целом, получше, чем в прошлом. И дверь. Ее закрыли, да? Да, и вообще, что возможно, не мешать ничего. Вот это там кто-то сильно переживает. Ну я видела, просыпаюсь, когда дверь закрыли, вижу, Наташа раздетая, просыпаюсь через полчасика, и, конечно, Наташа уже в спальнике. А кто-то открыл? Нет, это было жарко, жарко. Нет, у меня не было холодно, просто я же раздетая, а ходят же все, и что-то я одела. Вообще, ты сам не знаешь, что со мной будет. Сейчас он не куда. Так что, такие дела, ребята, нас ждут великие дела. Ну, в целом, Альберт мне лично пока что наставлялся больше всех, всех двух, где мы были. Друзья, хорошая новость, нет дождя. Это что-то новенькое в нашем деле. Необычно. Но будем надеяться, что он все-таки сегодня будет, потому что что за пилигримство без дождя и без плащей, без мокрых носков и ног, без мокрых маечек, в конце концов. Мокрые маечки будут просто ходьбы и жары, все нормально, я обещаю. Ну вот, мы прошли буквально, сколько, 2 метра или 2? И уже сели на завтрак. Очень колоритная португальская картина. Нет, наша любимая сеть Сикау. Тут очень шумно. Тут очень шумно, да, нам приходится местных жителей перекрекивать. Здесь всего 2 португальских жителей. Тут всего 2 человека, да. На Киев, то есть мужчины. А вот они считаются людей. Людин или мужчин. Я считаю, что мужчины обычно более... А это завтрак Наташа. Это будки из Голландии. Она говорит, что они ее бодрят и придают силы. Это просто витамина. Ну вот, наш дыр-омлет с ветчиной и сыром. Ну все, вот мы поели. Каждому обошлось по 4 евро. И теперь мы начинаем набирать обороты, разогревать свои мышцы. И обгонять всех, кто обогнал нас, пока мы завтракали. Странные люди, они что, не завтракают? Я их не понимаю. Вот именно поэтому... Так можно идти столько километров в день и не завтракать с утра. Именно поэтому мы их потом и обгоняем. Потому что мы закинули в свой двигатель топливо. Еще и глюкозой догнались. Еще у меня, скорее, чувство, что Наташа мне должна одна евро. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По состоянию на 9.40 утра мы уже начали активно обгонять пилигримов. И даже впереди показался наш знакомый Рихард, которого мы вот-вот нагоним. В принципе, еще чуть-чуть. А, вон та девушка испанец наш. Ой, этот лысый странный чувак. Все завтракают здесь. Остановились в придорожном, прикаминском кафе, где останавливаются почти все пилигримы и завтракают. Но мы это сделали раньше, поэтому сейчас уже отправимся в путь. Правда, ребята захотели купить водички. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодняшний день нам дарит много приятностей. В виде довольно крутых подъемов по внедорожью. Привязательно таких. Мы-то, конечно, справимся, хотя нам уже нелегко. А вот переживаем за других пилигримов, которые остались позади. Очень много гор на последние несколько километров. Судя по всему, та гора, которую я показал вчера, именно туда мы идем. А вот здесь собирают смолу. Смоли и соком. Вот она как выглядит, как какой-то рыбий жир. Ребята говорят, что этот подъем гораздо сложнее, чем Камино-Дура, часть французского пути, где они тоже имели возможность подниматься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, сегодня я первый пилигрим, который взошел наверх этой горы. Скажу честно, было очень непросто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо тут? Останемся. Кстати, еще скамейки есть. Я все-таки уболтал этих универсальных солдатов. Рисеть на привал, они рвались дальше, идти подгорять все вершины. Ладно, идем. Вы просто милые, Наташа, сядь. Да. Наташа, сядь. Идемте. Не надоело. Но все-таки мы сидим на лавочке в теньке, и нам хорошо. А, ты разговоры открываешь. Где-то, мы, наверное, где-то здесь, да? Сориентируемся. По-другому, Дима. Ну, до рыбы ешь, а мы еще не дошли. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты в мене не един, а только ты повір. Бо твоя врода, твоя чистая вода, твоя быстрая вода, Синний гир. Папара-папам. Твоя быстрая вода, Синний гир. Ну, наконец-то, наша постоянная рубрика котики. В каждом моем видео желателен котик, а лучше два. Вот такой португальский милый, ласковый котенок. Ты такой зайчоночек. Хватит тебе ласки. Извини, друг, это мое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы не смогли пройти мимо местного маленького бара, чтобы не взять себе холодненькой колы. Я вам что, правда тебе не дал с дачи? Ух, не, не дал. У нас же не может стоить пять. Нет. На данный момент без 15 и 12, а мы прошли уже 17 километров. Если все пойдет так же, то мы придем еще через... Три часа. Четыре часа где-то. Но последние часы, конечно, гораздо сложнее идти, чем в начале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот Альберг к нам встретился на пути. Пилигримы могут остановиться здесь. Но нам еще идти и идти. Хотя очень милое местечко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, есть здесь в нашей компании пилигримов одна рыжая девушка. Откуда она из Германии? Я не знаю. Говорит, вроде бы, по-немецки. В общем-то, мы ее обогнали уже давно. Да, мы ее видели последний раз где-то час назад с копейками. Там, где пили кока-колу. И тут мы вдруг смотрим перед нами какой-то пилигрим. Неожиданно, потому что мы уже вроде бы всех обогнали и идем впереди всех. Смотрим вдалеке, она идет перед нами. И мы такие, опа, как это вышло. Мы пытались ее догнать, но смотрим, она слишком бодрячком идет. И мы уже остановились на привал, потому что нас ждет очередной подъем. У меня есть идея. Это двойняшки. Одна сейчас нас догонит, а вот эта уже пошла вперед. И та, которая нас догонит, спросит, а вы не видели мою сестру? Ну, на самом деле, скорее всего, либо она как-то очень сильно срезала, прошла по трассе, либо вообще подъехала на транспорте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-тя-тя, догоним, отшлепаем. Вообще на камина за такое можно и побить. Читерство. Читерство. Неприятный, знаете, осадочек. Ты тут идешь, идешь по горам. Вы сами видите, какой довольно сложный участок сегодня. Видите, какие мы красивые, мокрые, потные. Да, но мы честные, самое главное. Мы прошли этот путь, честно. А не вот, как некоторые. Наташа, хорошая девочка из Германии. Это та девочка, о которой мы вам рассказывали. Мы в нашей любимой Сикале. У нас обед, но тут вообще нет никаких меню. Тут есть только вот сэндвичи. Ну, в принципе, это отличный вариант. Я не хотелась останавливаться на серьезный обед, несмотря на то, что вот эти два персонажа начали ныть. Мы не ныли, мы рационализировали. Я предлагал идти дальше, но ладно. Перекус так перекус. Здесь нам предложили только бургеры с ветчиной или с курицей. Ну и вот легко у меня. Одно из немногих кафе, где можно поставить три печати в свои креденсиали. Я этого никогда сам не делал, поэтому решил попробовать на Наташином паспорте. Поставил ей такую бледную перевернутую печать. Но у меня уже получилось намного лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прошагали уже несколько часов и десяток километров и уже приближаемся к нашей финальной точке. Сейчас мы находимся в маленьком городке Арау. Еще чуть-чуть, еще немного, и мы будем искать Альберио. Так что извиняемся, что... Не включались так долго? Не включались так долго, да. Были заняты разговорами. Вполне допустимо, есть людей. Вкратце передадим смысл. Наташа за людоедство, каннибализм. О, что ты не говорила такое? Я сказала, что... Наташа поддержка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы топаем уже буквально свои последние километры. Возможно, мы в городе Валенца. Валенца-Думиньо. Валенца-Думиньо. Последние наши километры вообще в самой Португалии, потому что уже скоро тут река, а за речкой Испания. Судя по тому, что здесь автовокзал, мы находимся на окраине города. Нет, там может быть и центр. Нет, это не может быть центр. Мы только вошли в город. Но судя по постройкам, он довольно-таки большой. Побольше из тех, в которых мы были. Сейчас здесь очень жарко. За день ни капли дождя. И реально уже очень болят ноги, и мы устали. Хотя вчера, казалось, они болели сильнее. Осталось найти альберг, чтобы там уже отдыхать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последние шаги. Мы нашли альберг Сент-Теотони. Я думаю, что там полно мест свободных, и мы здесь сейчас поселимся. Находится прямо возле окружной дороги за километр до Испании. И возле пожарной части, как это обычно бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и наша рыжая подружка пришла. Буквально через пять минут за нами догнала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После регистрации мы побывали в наш альберг. Это спальная комната, небольшой рум-тур. Посмотрите, как выглядит здесь эта комната. Довольно небольшое помещение, плюс кровати двухэтажные, поэтому вся полезная площадь задействована. Народа здесь полно, хотя мы думали, что никого нет, но все где-то гуляют. Здесь действуют такие правила. Выдают вот такую вот синюю накидку на кровать и даже наволочку одноразовую на подушку. Так что здесь сегодня спинка короли с подушками на таких большущих перинах. Правда, в свободные места, я так понимаю, только сверху. А нет, одна нижняя есть. Сесть главное некуда вообще совершенно. Сесть некуда, но что, наверх можно сесть спокойно. А разумится для того, чтобы как, на пол что? Да, в этом проблема, сесть некуда. Но есть зато вешалка. О, что с розетками? Я вижу там одну. Ну и вот я выплыл кровать прямо возле окна, прямо напротив пожарной части. Вид на пожарную часть, это прекрасно. Главное, чтобы ночью машины не выезжали на вызов. Друзья, посмотрите, мы наконец-то в альберге, где есть перегородки. Перегородки есть как в душе, так и в туалете. Необъяснимая роскошь. Но душа всего два. Дамы и господа, сейчас мы покажем Наташины мозоли. Наташины мозоли. У нее огромные мозоли. Хотите, свои покажу? Вот, смотрите, это мой главный мозоль. Слышишь, у тебя мозоль? У меня мозоль. Маленький такой. Маленький. Он меня беспокоит. Вот тут у меня мозоль, но его я почти не вижу. Вот так вот, если заглянуть. Вот мы с мозолем, можно сделать селфи совместное. Но Наташа говорит, у нее больше, но почему-то стесняется его показать. Где? Я вообще его не вижу. Вот это. И так на всех пальцах, я не тоже. Да где на всех, на одном? Нет. А, ну да. И на пяточку. То есть много мелких. Сам ты мелкий. У меня побольше мозоли. Но я и сам побольше. У тебя площадь больше. Давайте понаблюдаем за магическим действием. Это то, без чего не обойдется ни один пилигрим. Прокалывание его водяных мозолей иголочкой. Наташа в этом плане просто профессионал. Она делала это уже сотни раз. Ого, ты еще и нитку протягиваешь. Да, это вообще высший пилотаж, когда с ниткой. Ты бы хвостик оставила побольше. Ну так получилось. Значит не такой уж и профессионал. А нитка не зарастает там разве в этом? Не понимаю, как там влага выходит. Если есть дырочка, ее заполняет нитка и все, как пробка работает. Нет, она действует как дренаж. Ну только обязательно нужно еще убрать саму воду. Если маленькая мозоль, совсем маленькая, да, такая, то ее колят вертикально, вот как делают, вот так вот сверху один прокол делают, убирают. А если так, то надо продольно ее. А если так, то вот так, да, максимально горизонтально и с ниточкой. Вот так выглядит в этом альберге прачечная. Два таких суровых, просто цементных каши. Как это называется вообще? Стиральные машины. Две стиральные машины. Правда ручные. Так вот это все происходит. После тяжелого трудового дня еще и стирай, понимаешь, носки свои. Детским шампунем причем. Чем есть и не стираю. Ну, а я свои носочки-то уже выстирал. Пойду повешу их на улице. Пока что сохнет. Пока есть еще небольшие остатки солнца и места на сушилках. Посмотрим, куда здесь можно повесить. Итак, друзья, мы отправляемся с вами. В старую часть города Валенса. Судя по карте, это не просто, знаете, небольшая крепость. Это крепостные стены, внутри которых находится такой маленький и уютный городок. Вы только посмотрите. Неожиданный поворот событий. Здесь мы сейчас будем смотреть, что к чему. И, возможно, даже поужинаем. Если найдем приличное место. А если не найдем, ну и ладно. Кому нужна эта еда вообще? Ну, не пилигримом так точно. А сейчас мы пройдем под одной из стеной на такую смотровую площадку, откуда через реку уже видна Испания. Да, сейчас мы находимся в Португалии. А вот там мы видим Испанию. Или нет. Что или нет. Может, Испания. Да, Испания. Конечно, Испания. Вон тот вот мост, по которому мы завтра будем идти. В общем, выбрались мы из старого города. Сейчас мы находимся в новом городе. И все-таки решили долго не ходить, не искать нам еду. Пойти в тот ресторан, который посоветовали в нашем альберге. Где есть меню пилигримов. Как там она называлась? Короа верде. Вот мы и в ресторане под названием... Какая разница? Король верде. Зеленая корова. Король верде. Зеленая корона переводится. Корона. Нарисовано на меню корона. То есть это рекомендованное альбергом место. Такой себе ресторан, в принципе. Вот и заказали мы меню пилигримов. Конечно, к нам сразу такое отношение какое-то непонятное. Ну, может, дядька всегда так себя ведет, кто его знает. Что он нам уже принес вот рыбу? И мы вот не знаем, есть ее или не есть. Потому что обычно за нее потом взимают отдельную плату. И какая она будет, мы не знаем. Ну, кот. Может, ее не есть, они несут ее опять. Хорошо. Первое, что нам принесли, это бутылочка воды для Наташи. И вот такие бутылочки вина для меня и для Максиева. Это называется полбутылки вина. Да. Мы думали принесут бутылку на двоих, но нет. Ну да, 375 миллилитров. Полбутылки 0,7. Первое блюдо подано. Это овощной суп. Потому что подругали, но мы других супов вообще не видели. Только овощные. Борща нету, представляете? Конечно нету. Говорят, борщ. Был, закончился. Вчера был, но сегодня закончился. Поэтому здесь у нас горошек, капуста и что-то еще. Бон аппетит. Ну, а вот второе блюдо. Обратите внимание на его размер. Глубину тарелки. Ну, не очень глубоко, ладно. Но, тем не менее, супа было много. И второе блюдо тоже довольно-таки большое. Пюрешка, мясо, горошек. На фоне Наташи эта тарелка кажется огромной. Ах, да, забыл показать вам наш десерт. Это такой не очень вкусный, не знаю, что это за десерт. Он на яичной основе. Я его еще в Андорре пробовал, и мне не очень понравился. Представьте себе омлет, но сладкий. Вот, привязательно, так это выглядит. Так, так. Максим, правда, там какой-то, что-то там, персик, манго почувствовал. А, манго. Я думал, манго. Нет, это яичница, это точно тебе говорю. Ну, кофе тоже входит в состав ужина. Итак, 9.50 всего. Нам осталось 45 минут до закрытия альберги. Да, альберги где-то 350 метров. Казалось бы, тут пару минут идти. Реально пару. Но это если вы нормально идете, а не так, как мы. Смотрите на наши походки. Мы очень сомневаемся, успеем мы туда или нет. Особенно, когда посидишь немножко, то вообще мышцы сразу же перестают работать. Да, и это очень больно начинать туда-то идти. Надеюсь, завтра утром все будет хорошо. У кого мышцы, блядь, так у кого другая, более интимная часть тела. Да, не будем углубляться в подробности. Пользуйтесь присыпкой, пожалуйста, потому что без присыпки вам беда. Пользуйтесь присыпкой даже, когда вы идете вечером на ужин. Ну, это если вы пилигрим. А так, в принципе, не обязательно. Наелись мы от пуза, если честно. Не доели многим. Не доели. Максим даже вино не допил. То есть, более чем достаточно. Ну и вкусно, в общем-то. Вино не допил. Ну-ка, в первую жизнь не было. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!